Это незримое. Фактически перешедшее в юридическую плоскость противостояние с Турлатовской свалкой у природоохранных прокуроров продолжается уже больше 10 лет. За это время хозяев не раз штрафовали, а мусорный полигон даже закрывали через суд. На нем сегодня расположен самый настоящий склад использованных автомобильных покрышек, бочек с мазутом, отслуживших свое, пластиковых канистр и других химикатов. По данным следствия, в 2014 году на территории промплощадки размещались отходы нефтепродуктов, а в 2016 и 2017 годах – концентрированную серную кислоту. Результаты специальной экологической экспертизы показали, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в сфере обращения с отходами производства и потребления. Установлено, что организацией для размещения отходов, в том числе несортированных бытовых, строительных отходов, нарушения законодательства, используется не включенный в специализированный государственный реестр и в территориальную схему шламонакопитель номер один, который расположен в районе Турлатова, объект, который ранее использовался заводом «Химволокно». Начиная с 2006 года, Турлатовский полигон, он же шлаконакопитель номер один, переходил из рук в руки. Но все собственники, так или иначе связанные с полигоном, не предпринимали никаких мер по устранению этой самой свалки. К слову сказать, собственник свалки менялся 16 раз. Лишь ненадолго свалка прекращала свою работу, а с каждым появлением нового хозяина продолжала действовать, как ни в чем не бывало. Пока прокуратура не стала действовать жестче. И в конечном итоге Рязанский областной суд удовлетворил ее требования в отношении ООО «Стелар». Решением суда требования прокурора удовлетворены на организацию, эксплуатирующую шламонакопитель номер один. Возложена обязанность освободить территорию шламонакопителя от отходов производства и потребления. Устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль. Трулатовская свалка с отходами летом 2019 года стала известна на всю страну, когда областные активисты предали факт загрязнения всероссийской огласки. Тогда они обратились в новостной паблик с миллионной аудиторией. Стражи закона взяли Трулатовский полигон под особый контроль и обещают не закопать топор войны. По крайней мере, пока все недостатки не будут устранены. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». vict sal 이후 «Город». Хeftчин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».